Я хочу остановиться на таком вопросе, уже чисто практическом, потому что многих вещей, которые вам рассказывают общие фразы, вы уже многие вещи знаете, а мне бы хотелось привести некоторый пример. За последнее время я достаточно интенсивно стал заниматься некоторыми вопросами и стал, увидел некоторую определенную тенденцию вот тех нарушений, которые проходят в организме. К чему я это говорю? Я стал замечать, что вот у нас есть в Smart Life одна программа, которая написана программой Smart Life. Там обязательно написано чистка и выведение паразитов. На сегодняшний день я уже готов созреть, сказать такую фразу и сейчас я ее скажу. Скорее всего, что третьим этапом для того, чтобы приводить организм в более надлежащий вид, есть смысл рассматривать вопрос чистки нашего современного общества. Я не буду говорить именно тех людей, которые раньше вели, а именно сейчас, современных людей, которые стали применять колоссальное количество антибиотиков, большое количество употребления пива в организм, в котором практически дрожжей как таковых нету, а имеется термофильная бактерия, которая совершенно по-другому работает в нашем организме. И я на сегодняшний день пришел к заключению, что третья программа через некоторое время, наверное, будет создаваться в Smart Life, и мы будем просить Валентина, чтобы разработчики включали эту программу. Это использование и выведение из организма токсинов жизнедеятельности кандид и грибов. На сегодняшний день я проводил с несколькими людьми диагностику и создавал программы таким образом, что после выведения из организма паразитов я остановился на том, что нужно обязательно выискивать диагностически, какие кандиды и какие грибки в организме имеются, и обязательно их доводить до ума. Так, чтобы, будем говорить, организм на стрелке прибора не реагировал на его наличие или, по крайней мере, хотя бы на его остаточные хвостовые части. Ну, то есть разведения более высокие. Так вот, к чему я пришел, что даже такая вещь, как вот у некоторых людей на теле перхоть, папилломовирусы, еще не дошел до программы папилломовирусов, а убивание и нахождение программы кандиды и грибы и кожа чистится без использования программы папилломовирусных инфекций. Это прямой выход к тому вопросу, на который вы меня когда-то задавали вопрос. Я уже на этот вопрос готов ответить. Значит, за это время проведенные были работы, я вот пришел к заключению, что вполне возможно, что папилломовирусная инфекция не успевает срабатывать по той лишь причине, что она по своему микроструктурному размеру, ну, например, если мы возьмем вот этот размер и этот размер, так вот я хочу сказать, что вирусная инфекция находится внутри, и пока я не грохну эту, внутрь структура может каким-то образом не попадать. Вот на этот каким-то образом я пока ответить не могу. По большому счету, они должны были бы как бы уничтожиться внутри структуры, но мне кажется, что жизнедеятельность вот этих плесени и кандид обладает какой-то защитной функцией, может быть, иммунно защитной функцией для этого вируса, что они выживают. И посему мне думается, что нужно долбасить вот именно кандиду на третьем этапе, плесени, а потом после этого включать программу папилломовирусной инфекции, которые дают конкретный результат. Достаточно важная вот эта информация и еще очень важная информация. Как бы вы не чистили организм, я прихожу к заключению по своей работе, что чистку организма включать нужно после каждых 4-5-6 дней, потому что в организме накапливаются именно эти токсины, и так как эти кандиды как будто бы в нашем на коже не имеют никакого отношения, но когда включаешь их уничтожение, то начинаешь сам ходить и чухаться. Причем чухаться начинаешь по всему телу, несмотря на то, что я веду, ну достаточно так, очень достаточно приличный образ жизни в плане и питания, чистки и здоровый образ жизни, занимаюсь энергетикой. То есть как бы я к себе претензий больших не могу предъявлять. Вот. Может быть, не очень достаточно физики, но физической нагрузки. Но тем не менее, вот приходя к таким заключениям, я замечал, что чистка организма играет не последнюю роль, и выведение из организма вот этих токсинов, зашлаковки, играет очень приличную роль в нашей жизни. Поэтому у людей, которые начинают включать сразу программы, например, конкретные программы, например, попилово-вирусную инфекцию, но при этом не произвел достаточную подготовку перед этим, у этого человека вполне возможно очень сильное обострение, почесухи, кожные дерматиты, аллергозы, такого характера, на которое многие, когда приходят к докторам, они вообще на этот вопрос ответить не могут, потому что они не понимают, откуда это все берется. Теперь еще очень важная сторона вопроса по поводу телефонных консультаций. Значит, есть у меня в моем селе, мне сказали, тут некоторые товарищи посоветовали его потерять, но у меня появился такой очень помощник доктор, который всем все программирует, и причем программирует все то, что написано в приборе, но программирует все с интернета. То есть вот он прочитал, что в интернете кто-то там сказал, он быстренько это раз и своему товарищу звонит. Тот потом приходит, у меня начинает мозги пудрить, у меня начинается действительно пудра в мозге, закручивается, и я уже не вижу ни его, ни прибора, ни черта, потому что этот человек наконсультировал так, что я только понимаю, что вроде бы некоторые вещи как бы и правильно идут, а некоторые совершенно в разрез идут. Вот и получается, что интернет, извините, я мочукнусь, большая клака, в которой колоссальное количество информации и дерьма. И из этого дерьма нужно выбрать, отфильтровать, только информационное, понимаете? Потому что я вам, например, очень часто встречаю, и не любитель лазить по интернету, но когда залажу и вдруг вижу, извините, дерьмовые отзывы о биорезонансе, я сразу задаю вопрос. Причем я умею задать вопрос так, что человек сразу становится в ситуацию, не совсем для него понятно. И когда я вижу, что он неквалифицированно отвечает, они же там читают, сидя же, и смотрят, что же втыкает этот новенький доктор. И я ему говорю, что вот так некомпетентный, и это некомпетентный, и это, и вы отвечаете, вообще-то, честно говоря, ну скажем так, это то же самое, что вот вы по профессии такой-то, можешь выписывать, что он профессиональный. И я говорю, буду вам рекомендовать, потому что я вот знаю точно, что вот это не так в вашей системе. Естественно, что он будет смеяться. Поэтому я прекрасно понимаю, что биорезонанс, конечно, очень классная система. Конечно, очень многим оно помогает. Но я уже на сегодняшний день начинаю 100% убеждаться в том, что очень квалифицированная консультация специалиста с медицинскими знаниями широкого профиля, работающего в этой структуре, играет крайне важное значение. На сегодняшний день я уже начинаю понимать, и что чем шире кругозор доктора, который связан с иммуно-токсическими, иммуно-биологическими процессами в организме, чем шире диапазон знаний этого человека, тем лучше результативность работы в этой сфере деятельности. Ну, по крайней мере, я стал больше понимать, что чем точнее ты понимаешь истинную причину возникновения, тем шансов этому человеку помочь более квалифицированным значительно больше, чем просто так, ах, налистал, вонкнул, потом бац, получил, естественно, или ничего не получил. Да, или получил так, что думает, о господи, нафига же я взял все это дело и все это возбудил. Понимаете, ведь при каждом воспалительном процессе в организме происходит процесс всплеска иммунологической активности бактерий. Не забывайте, что она тоже хочет жить, и что она тоже сопротивляется иммунологии этих бактерий и вирусов, возрастая. Когда она возрастает, она начинает размножаться, и ее количество увеличивается. Раз это происходит, естественно, происходит процесс обострения в организме. Поэтому я за то, что очень квалифицированная работа врачей при работе в биорезонансе весьма и весьма необходима. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!